а вот включила видео о а я мне кажется вас помню где-то я вас видел не знаю возможно а вот ролика несколько сергеем я не помню честно вам сказать ну мы же газета что-то снимали на видео но я уже не помню если честно это очень давно было вот вряд ли у нас что-то есть все-таки у нас мы пишем руками материал вот хорошо вы не против что записывается выставлять нет не против вы могли бы представиться и рассказать как вы вообще про сергея узнали какие то может быть у вас что-то у вас коснулась то что он его жизнь вообще повлиял на вас я о нем писал 2017 я работаю журналистом в газете моё и на портале мои онлайн воронеже вот я стала сергея в 2017 году честно сказать я сейчас даже не помню каким образом я не узнала по моему кто-то из знакомых не кинул на него ссылку ну как большинстве случаев бывает у нас журналистов нам кто-то знакомый что-то рассказать вот нам кто-то рассказал о удивительном человеке который вот будучи парализованным у которого практически не двигается ну ничего кроме там головы и плеч и вот он тем не менее рисует икону пишет икону да правильно так здравствуйте мои дорогие меня зовут сергея 2002 года я полностью парализован положение в котором мне приходится сейчас находиться я считаю особым даром от господа почему не сказал не рад человек существо творческое мне кажется ему просто необходимо что-то создавать в этом коротком ролике я хочу показать свои иконы а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 что-то такое, челно, челно, как 90 процентов, наверное, населения нашего, вот, и как-то с женой они разошлись, что-то там у них не очень сложилось, я так понимаю, семейная жизнь, ну, вот за эти, ну, вот какого-то конкретного, вот прям, за что его вот наказал, вот конкретного деяния, он не называл, ну, просто, а, ну, он говорил, что даже нарушал закон, там, так, по мелочи, что-то там, вот, ну, я не лезу к человеку в душу, он то, что хочет сам рассказывать, а за что он? Ну, это большинство, на самом деле, вот сейчас людей, которые у нас живут, они, в принципе, набор у них такой, то, что вы перечислили, у большинства людей, которые не живут по заповедям, но одно из тех, что я знаю, например, эпизод, что ему заплатили денег, дали, сказали, нужно покалечить человека одного, и он его покалечил на всю жизнь, я так понял, и вот после этого случая, как переломное было, ну, это то, что я слышал от Сергея, после этого случая он как раз вот нырнул в этот день благословенный для него, как оказалось, нырнул, и перелом этот позвоночника был, и потом вот это 10 минут он пролежал, и он сначала не понимал, роптал, а потом в какой-то момент осознание, это Господь дал ему через, именно я так понял, что это было связано с тем, что он Библию начал читать, а как у вас статья называлась, вы можете потом прислать там, чтобы прочитать тоже? Да, я точно не помню, как она называет, ну, с такой, что Воронеже спарализованы, рисуют иконы, что-то вот, ну, с этим связано, вот, я, конечно, могу вам ее прислать потом. Ну, там ваше имя, фамилия стоит или как, издательство, как у вас там называется? На сайте у нас есть эта статья, вот, я могу электронный вариант ее выслать, почитать. Да, буду признателен, хорошо, понятно. Что-то еще хотел я вас узнать? Воронеже, Воронеже, там, по-моему, никого нету, у нас беседы идут по Библии, если хотите, заходите, я вам расписание скину, очень интересные, живые, верующие, не какие-то там свечки в храме стоящие, друг до друга дела нет в котором, а мы прямо, у нас целая община православная здесь образовалась в интернете, Сергей тоже постоянно участвовал, и когда Сергей встретил Игнатия Лапкина, такого проповедника, он здесь живет, то он эти иконы свои забросил писать, потому что он понял, что надо людям о Христе рассказывать, и о том, что для него Бог сделал, и как нужно жить, чтобы в рай попасть, анимат, и он это все забросил, и как раз начал роликами заниматься, он, у него приоритет полностью сменился, после того, как он с Игнатием Лапкиным познакомился, тоже, если вы не смотрели, в общем, вам советую ознакомиться, у него прям очень много проповедника. Но ведь для него же работа с иконами, это был еще и способ заработка, ну, чтобы как-то прожить, а как он тогда жил потом, то есть он говорил, для меня очень важно, вот, не сидеть на шее у матери, вот, а как же он потом наш, ну, не знаю, но он распродавал, видимо, там много было написано, но я, например, слышал от него такое, что звонит женщина какая-то, говорит, а напишите икону, а что, какую икону, ну, вот я для кошки хочу икон, для кошек, для собаки, там, ну, то есть люди совершенно, вот, ну, просто безумные какие-то, звонили, да, и он уже начал там выяснять, когда, раньше-то он всем отправлял, а тут он начал выяснять и смотрит, это вообще неверующие абсолютно иконы заказывают, им просто, вот, и нужна доска, на которой что-то изображено, и вместо Бога ей кланяться, когда что-то заболело, например. Ну, понятно, как такой модный аксессуар. Да, и он это, когда понял, он вообще, не знаю, как он жил, думаю, что зарабатывал, может быть, продавая остатки вот эти, их там много было, у него там целая стена, я помню. Да, да, да. То, что уже написано, я так понимаю, что можно напечатать на принтере, там, специально на ткань какой-то наносилось это все, и, может быть, так, я не знаю вот этот аспект, честно говоря, но, знаешь, что, вот я когда в православный храм ходил, с 2016 года я начал в храм ходить, в конце там, и я, конечно, ничего близко даже не думал о том, чтобы кому-то рассказывать, там, дарить Евангелие и вообще с людьми о вере беседовать. А сейчас у меня тоже теперь на Ютубе канал открыл я, хотя я никогда не любил под запись что-то говорить и вообще когда меня снимают, но это все я отвергнись себя, возьми крест или безо мной, Господь говорит, это я все сделал, и теперь мне вообще не важно, как я там выгляжу или что, главное, что если кто-то услышит, и хоть одна душа задумается, это уже тысяча ангелов, ангелы радуются больше, нежели об одном кающемся грешнике, нежели чем о тысяче праведников, и мне тоже это радость теперь, мы ходим, даже вот сейчас крещение было, мы ездили тут в Щелково, я в Москве живу, а в Щелково тут в Подмосковье у нас живет Екатерина, сестра верующего в Христе, и мы к ней ездили там, раздавали у них в парке Евангелие, а раньше я подумывал, что сектанты какие-то, раз Евангелие раздают, а на самом деле, я не знаю, вы как вообще историю церкви, если знаете, там немножко хотя бы в 4 веке царь Константин такой был, он государственной религии это объявил, христианство, и вот в тот момент многих это смутило, ну как, предположим, раскол приниканье произошел со старовляцами, а в тот момент смутило как, что, а, теперь это государственная, значит это попса какая-то становится, раньше это наш был выбор, нас гнали, христиан, а теперь это какая-то, ну, государственная история, как вот тоже в Российской империи было, да, там, справку приносить, что ты причастился там один раз в год, ну, то есть это уже профанация какая-то, это все равно, что сейчас всех объявят журналистами, и Анна такая скажет, да что это такое, как-то, как-то, надо учиться, как-то там надо какой-то талант писать, каждый сейчас дурачок будет писать, что это такое, и все начнут газеты печатать, к вам в издательство наберут, вы скажете, да что это такое, не, 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 я пойду там свой эсквайер сделаю, ну, так примерно и происходит в медиа сейчас, вот, и вот пример также был с христианством, что они увидят, что тут уже с миром идет сращение, с государством, с миром, и они начали по монастырям запираться, объединятся такие ревностные христиане и по монастырям, но Господь этого не заповедовал ведь, Он сказал, идите проповедуйте Евангелие по всему миру, и вот то, что я никогда бы сам думаю, что не дошел, это только благодаря Игнатию Лапкину, который это вывел, он говорит, что из-за этого, вот из-за того, что в IV веке произошло, из-за того, что не пошли проповедовать, а тысячи христиан заперлись за стенами монастырей, у нас столько мусульман сегодня, потому что если бы они пошли в те страны и им бы про Христа рассказали, их бы просто не было, мусульман, они бы уверовали, были бы христиане, и сейчас то же самое у нас происходит, у нас мусульманская вера распространяется, католики, кстати, распространяются, потому что у них благовестие, оно не задвинуто, это еще можно посмотреть, когда крестовые походы остыли уже, то после этого вот эти все проповедники, ну там можно всякие, у японцев там в плену есть всякие фильмы сейчас выпускают, как там эти проповедники и прочее, а у нас почти нету, Николай Японский вот к японцам ездил, есть там Герман Аляскинский, Макарий Алтайский, но их очень мало православие, и вот поэтому, если вы тоже, например, в храм ходите и никому не говорите о Боге, то подумайте в эту сторону, что возлюби ближнюю, как самого себя, а как ты возлюбил, если ты знаешь, а он не знает, он получится, в ад пойдет, а ты ему ничего не сказал, вот, ну это вот, подумайте. Хорошо, подумаю, спасибо, спасибо, Николай. Вот, я вас буду очень рад видеть у нас на беседах как-нибудь, я там вам расписание скинул, вдруг будет у вас. Хорошо, спасибо большое. А по вашей там работе тоже можете мне, я вам свое резюме пришли, а вы мне свое пришлите, у меня много очень разных знакомых, может быть, кому-то что-то надо будет, может быть, вы какие-то тексты там пишете, и я предложу тоже при случае, просто так Господь делает, что через меня очень много людей работу находит, или какие-то там знакомства полезные. Ну, в общем, вам не повредит, я думаю, не случайно сегодня мы встретились. Хорошо, спасибо, Николай. Все, ну я благодарю вас за беседу. Да, вам спасибо. Приятно было с вами познакомиться. Да, мне тоже. Все, спасибо, Христос. Всего доброго. До свидания. До свидания. Мы читаем откровение, возьмем откровение, откроем и посмотрим, каким духом это делается. Да, кто сатана! Люди, не имеющие духа Христова, они имеют дух Антихриста. Невозможно находиться в подвешенном состоянии. Человек или в том духе, или в другом духе. Вот, сегодня готовится пришествие единого правителя, который должен объединить, стать лидером всего мира. И только на это все заточено. Вся политика всех стран сегодня на это заточена. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Так же услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Субтитры создавал DimaTorzok